Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главные темы этого выпуска. Хоккей в дагестанских селах, зимние радости в Хунзакском районе, забытые спортивные традиции возвращаются. К семейной жизни молодых людей готовят религиозные деятели и психологи. Как это происходит на деле, покажем через несколько минут. Еще на одного чемпиона больше Кубок мира в Белграде взял дагестанский спортсмен. Супермаркеты Дагестана заморозят цены на социально значимые товары до конца года. Представители сетей розничной торговли провели встречу на тему сдерживания цен с Минпромторгом и Минсельхозом Республики. Ритейлу предложили производить закупки социально значимых продуктов, объединившись, что позволит производителям продукции предоставлять ее по самой низкой цене. Министерство, в свою очередь, обеспечит ритейлы всеми необходимыми контактами с прямыми производителями товаров. Кроме того, предновогодние дни в каждом городе республики пройдут продовольственные ярмарки, где дагестанские производители смогут представить свою продукцию по доступным ценам. Ну а тем временем Дагстат отмечает повышение цен на продуктовую корзину. За ноябрь минимальный продуктовый набор в Дагестане повысился в цене на 2,6%. Так, к началу декабря стоимость продуктовой корзины составляет 4 394 рубля. Больше всего подорожали помидоры и огурцы. Куриные яйца выросли в цене на 5,6%. Также подорожала морковь, подсолнечное масло и сахар. Лед встал все на хоккей. В Хунзахе полным ходом идут спортивные баталии на замерзшем озере. Проверить свои возможности на льду собираются люди самых разных возрастов. О том, как дворовый хоккей постепенно возвращается в дагестанские села в сюжете по тему от Ханаповой. Здесь все почти как в настоящем хоккее. Крышка, шайба и коньки. Своё мастерство молодежь оттачивает с раннего утра. За ними на ледяную площадку потягиваются и взрослые. Сегодня юнцы и ветераны решили устроить дружеский матч. Самому молодому из команды ветеранов 52 года. Но возраст не помеха, говорят аксакалы горного хоккея. Вести легкую и стремительную игру им помогает опыт. Технике они обучились еще в юном возрасте. Тогда, в советское время, дворовой хоккей в аулах был очень популярен. Игра, конечно, очень тяжелая. Наверное, не 15, не 20, не 30 лет. Почти 60 лет играется. Поэтому физкультуру, спорт, это, конечно, всегда надо делать. Всегда надо с этим дружить. Ну, думаем, что мы выиграем этот матч. Сейчас есть возможность и вечером тоже здесь. Народ собирается, освещение. Глава администрации вокруг этого все это освещение сделал. Хотя в подобных матчах зачастую побеждают ветераны, дети все равно с большим энтузиазмом приходят сюда, учатся у старших и уговаривают родителей купить им хоккейную экипировку. Удовольствие это не из дешевых. Что тебе больше всего в игре нравится? Попадать. Ловить гол. Больше ничего. В скором времени пройдет первенство района по хоккею. По этому настрою ребят серьезно. Несмотря на то, что посещение тренировок, по желанию, игроки ходят регулярно. Каждый понимает, что он в команде, а значит нельзя подвести. Я играю в хоккей уже три года. Каждый день приходят ребята и собирают. Я согласен с тем, что в хоккей играют настоящие мужчины. На мой взгляд, это настоящая правда. Этот замерзший бассейн каждый год для жителей Хунзаха становится настоящим плацдармом для зимних видов спорта. Сюда сходятся все от мала до велика. Пробуют они себя либо в одиночном катании, либо в командной игре в хоккей. Возможно, кто-то из них сможет стать частью профессионального спорта. Ведь есть в истории случаи, когда из дворовой коробки выходили мастера спорта, игроки сборной и заслуженные тренеры. По тематам Ханапова Магомед Магомедов. Новости ННТ. Хунзахский район. В Госдуму внесен законопроект о клевете в интернете. Депутаты предлагают наказывать за совершенное публичное с использованием интернета вранье. За подобные нарушения будет грозить штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 2 лет. За клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей. Или в размере заработной платы за период до 2 лет. Сейчас наказание предусмотрено за распространение клеветы в СМИ. Однако парламентарии отмечают, что сайт или ресурс могут иметь большую аудиторию, не являясь средствами массовой информации. Древнейшую в России мечеть в Дербенте планируют отреставрировать к 2022 году. Работу выполнит компания из Татарстана. В настоящий момент проект дорабатывается с учетом ряда особенностей, которые были обнаружены реставраторами на начальном этапе работ. Древняя мечеть будет не только полностью отреставрирована. В планах установить в старинном здании системы отопления и вентиляции. На реставрацию выделено более 300 миллионов рублей. Напомним, построенная арабами Джума мечеть является главной мечетью Дербента и самой древней в России. Ее построили в 734-735 годах. В Дагестанском гуманитарном институте прошло мероприятие по подготовке студентов к супружеской жизни. Участникам семинара рассказали об основах семейного благополучия, а также организовали познавательный тренинг. В качестве эксперта выступили религиозные деятели и психологи. Подробности знает Хамза Нурмагомедов. Проблема разводов и непонимания между мужем и женой остро стоит во многих регионах стороны, в том числе и в Дагестане. В нашем регионе, если верить статистики, распадается каждая третья семья. По этой причине дети не получают полноценное воспитание. Ведя необходимость укрепить институт семьи брака, в учебных заведениях столицы проходят простительские мероприятия. По подготовке молодых людей к супружеской жизни. На этот раз семинар состоялся в Дагестанском гуманитарном институте. Это очень нужно. Вообще, мы все предметы преподаем детям. Математику, физику, химию. Но мы не преподаем вот этот предмет взаимоотношений. А это самое главное. Я, например, постаралась только один вопрос раскрыть, о том, чтобы девочки были целомудреннее. И хотела показать, насколько им выгодно, что их сила в этом и заключается, чтобы они не распылялись, чтобы они свое внимание не растрачивали. В ходе мероприятия для студентов провели тренинг, рассказали о взаимоотношениях между мужем и женой, на что стоит обращать внимание при выборе спутника жизни и насколько велика ответственность за создание семьи и воспитание детей. Участники встречи анонимно по указанному на экране номеру телефона задавали экспертам интересующие вопросы. Подходящая тема была для студентов, тем более сейчас возраст такой, что кто-то уже там находит себе, скажем так, кандидатуру для дальнейшей жизни. И основы, скажем так, на которых семья держится, они были сегодня раскрыты. Получила очень много эмоций, также, так скажем, впечатлений и получила ответы на те вопросы, которые меня волновали и которые не давали покоя. Это мероприятие, я считаю, что нужно проводить во всех вузах. Организаторы также подготовили и показали студентам социальный ролик о взаимоотношениях в семье. Этот семинар состоялся в рамках проекта «Школа семейного счастья». Он реализуется в учебных заведениях столицы при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и духовенства региона. Минспорта Дагестана наградил победителей республиканского осмотра конкурса на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта по итогам года. Конкурс проводился среди муниципальных образований республики в высокогорной, горной, предгорной, равнинной зонах, а также в зоне городов. Всего 16 муниципалитетов. Каждому из лауреатов, в зависимости от занятого места, будет выделен спортинвентарь на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Также на мероприятии был обсужден ход реализации Всероссийского комплекса ГТО в муниципалитетах. И о спорте. Дагестанский борец греко-римского стиля Милат Алирзаев стал победителем Кубка мира, проходящего в эти дни в Белграде. 22-летний классик завоевал золотую медаль в весе до 82 килограммов. Своё выступление махачкалинец накануне завершил эффектной досрочной победой над соперниками из Турции. Днём ранее на предварительной стадии спортсмен выиграл три встречи. Для Алирзаева успех на Кубке мира стал самым крупным в карьере. В прошлом году воспитанник спортшколы стал победителем первенства мира среди молодёжи. Это всё, о чём мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова